Добрейшего дня! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quais. Коротенький небольшой ролик о том, как американцы проводят свои выходные. Я нахожусь на карте Air Lake. Это такое небольшое рукотворное озерцо в районе нашего аэропорта в городе Омаха. Ох, кто-то на катере катается. Кому интересно, может посмотреть на google map, оно там есть, прямо рядом с аэропортом. С одной стороны расположен такой парк небольшой, а с другой стороны вот такие замечательные частные домики. Смотрите, совсем интересно. Вот в возрасте летает такой аэроплан с рекламой. У нас есть на севере небольшой аэродромчик, где частные самолётики, типа Cessna или ещё что-то такое маленькое. И вот в летний, весенний, осенний период такие вот самолётики летают вокруг города и тащат за себя какой-то баннер с рекламой. Очень забавно, чисто такая американская фишка. Вот, но на самом деле я хотел вам показать наше вот это вот озеро замечательное. Ещё раз я его сниму вот так вот, вот потому что, ну оно стоит того. Здесь очень чудесно. У нас жара, я думаю, градусов по 35, а на солнышке так все 40. Я вот тут устроился чисто по-американски. У меня уже под градом течёт, слава богу, хватило ума с тобой взять две бутылочки воды минеральной. Вот у нас тут Зина с Лизой. Пьёт молоко. Пьёт молоко, да. Лиза сегодня, как в своём репертуаре, исполняет. Она научилась у нас обувь себя сбрасывать. Теревал босоножек по дороге. Да, по дороге потерял босоножек. Кстати, очень примечательный момент такой. Едем мы с колясочкой, обратили внимание, что у ребёнка одного ботинка нету. Такие, ох, что же, как же, как, чего, куда, да. Проходит буквально пять минут, нам навстречеют велосипедисты, уезжая в том направлении, где мы только что прошли. А ещё буквально через 10 минут он возвращается в обратную сторону, сигналит нам, говорит, ребята, это ваш ботинок, и вручает нам туфельку эту детскую. Вот смотрите, ещё грузовичок, едет пикапчик тоже с частным катером, сейчас нам будет кататься. Вот, вот теперь вопрос. Скажите, в России вот вам бы кто-нибудь из велосипедистов вот так вот догнал бы вас, вернул бы вашу вещь, там, которую вы потеряли, обронили случайно? Вот то-то же и оно. Вот за что мне Америка нравится вообще. Именно Средние Штаты, где ещё сохранился вот этот натуральный американский дух. Вот. Здесь по всему парку периодически напиханы вот такие вот мангальные зоны. Там вот сейчас кто-то затеял пикничок, вот, угольки ещё горят. До нас доносится запах такой замечательный, прям вот тот самый вот замечательный пикниковый запах свежеприготовленного мяса. Может, аппетитно гуляли, поэтому сейчас, наверное, после прогулочки отправимся в буфет, срочно спасать здоровье от скинутых калориев. Вот, наверное, надо будет нам тоже свой пикничок сорганизовать на ближайшую среду как раз. Пойдём в парк, может быть, ребрышки какие купим, может быть, крылышки. А там, смотрите-ка, кто-то устроился рыбачить посреди озера. Ну, это всё городская черта. Вот это всё, это всё черта города. Вот, смотрите. Всё черта города. Чем-то оно может быть отдалённо напоминает Серебряный Бор. Только в отличие от Серебряного Бор здесь тишина, благодать, нет мусора, нет толп народа. Даже аэродром не так сильно слышен. Если так вот, в принципе, так притянуть, после шести вечера, там, после семи, уже самолёт перестаёт летать. Ну, вот такой вот коротенький небольшой репортажик по нашим любимым местам, где мы гуляем по паркам. Пишите свои комментарии и хорошего вам дня. Удачи!